здравствуйте сторонники здорового образа жизни у меня к некоторым настоятельная просьба прежде чем задавать подобные вопросы и уподобляться герою этого эпичного фильма пожалуйста просмотрите мои ролики по теме ухревой медицины там уже на 99 процентов все есть я же не могу в каждом ролике повторять одно и то же по сто раз спасибо доброго дня всем жаждущим обрести здоровье и полноценный образ жизни надо ли говорить что жизнь целой кучи болячек и зарабатывать только на то чтобы бегать по врачам и килограммами скупать хим препараты в аптеках которые вас еще больше загоняет на больничную койку наверное не есть цель нашей жизни и самое главное какой толк с этого хоме сапиенса бегающего или ползающего от кабинета кабинету и живущего только тем чтобы простоять в очереди на очередную процедуру по оздоровлению смотрю я на окружающих меня людей и только печаль одна кругом сплошные инвалиды как физически так и духовно абсолютное непонимание собственной физиологии и рамок бытия как у непревзойденного жванецкого на вопрос как живешь забыл матерно напился набил рожу вопрошавшему долго бился об стенку в общем ушел от ответа вот так готовы биться об стену головой и затравливать себя до овощеобразного состояния но вникнуть суть природы и вести здоровый образ жизни мозга не хватает и особенно меня прикалывают индивидуумы которые на любой положительный результат по вихревой медицине тут же приводит дебильный довод так это же плацебо ну попробуй сам как это работает и и народ очнитесь это почти все лекарства массово продаваемые в аптеках есть плацебо особенно те которые выпускаются под эгидой борьбы с сезонными заболеваниями смысле простудными в подавляющем большинстве это просто пустышки и довольно часто вредные как бы ни было организм сам по себе обычно справляется с сезонными болезнями я почти 30 лет не пользуюсь услугами аптек и врачей а здоровью моему учитывая возраст могут позавидовать девяносто девять процентов населения земли и 30 лет назад мое здоровье было значительно хуже чем сейчас к 30 годам у меня уже был целый букет проблем но сегодня не обо мне речь в другой раз к сожалению очень мало материала выпускается по доказательствам эффективного действия правда когда многие повально по больницам шастают да тоннами отраву с аптек принимает то также мало делится впечатлениями но ведь гораздо проще наверное положиться на безграмотного врача который вас уже давно видеть не желает и принимать с его рецептов которые писаны по принципу да отвали от меня очередную бесполезную отраву с надеждой а вдруг поможет нет не помогает ну попробуй это тоже ничего тогда это и так пока ноги не протянет поэтому я вам сегодня немного расскажу разные примеры о которых писали на самых разных ресурсах и на моем канале youtube и по почте и по skype и по телеграмму а так как плацебо сильно давит на мозг многим то будет несколько заостренное внимание в этом направлении начну наверное с цыплят вот в телеграмме появилось такое ну сами можете почитать на паузе самое главное то что цыплята проведен эксперимент стопроцентная эффективность и так далее нечто подобное не скайпе прислали тоже положительная информация тоже стопроцентно выжила а контрольные все сдохли вот вам и плацебо а это про котят наших братьев меньших та же картина вот опять же про этих ветеринаров и все остальное когда-то тоже мучился с котом лет шесть назад умер перс был так вот три месяца с ним мучились было у него мочекаминка то ли песок то ли что-то там застряла у него в протоках лечили его там залечивали мы куча денег потратили на это баксонера 400 толку было никакого только измучили всего все но у меня на руках умер печально это все а вот было бы у меня вихревая медицина на руках в то время выжил бы код а так пять с половиной лет прожил совсем молодой и вот та же картина хотели усыпить был пропащий код и нате вам мышей ловит бегает за кошками бегают вот так вот примерно лечился а это мой котяра ну тут он на пару лет моложе как раз тогда когда у него тоже были проблемы и и с мочекаминкой а это его сын того который умер персом не похож на перса правда потому что мама у него обычная но тем не менее из обычная из трех четырех пяти котят которые рождались регулярно было обычно все персы кроме одного вот этот был кроме одного шикарный кот и вот у него была мочекаминка тоже тоже проблемы с туалетом еще и желудком причем такие же проблемы желудком как у его матери которая умерла уже больше трех лет назад как раз вот за год до того как я стала вихревой медициной заниматься опять же занялся бы раньше кошка жила бы до сих пор хотя и было тогда уже 14 лет а вот этому бродяге сейчас 12 лет живой здоровый мощный бегает меня заставляет с ним гулять выгуливаемся вместе по ночам и никакого намека ним на мочекаминку не желудком никаких проблем абсолютно спокойно даем ему корм любой раньше смотрели там профилактика всякие дела сейчас даже не смотрим есть все подряд и ничего его не волнует вот это уже примеры по онкологии по крайней мере на моей практике тоже есть несколько примеров по онкологии успешных довольно но я просто сегодня вам показываю то что пишут другие тоже как видите успешное лечение а вот тут целая подборка это уже с моего канала ютубовского варианты интересные то что после операции и то и то в общем читайте и по грыжам и по почкам вот это тоже интересно опять же вот с передозом как я постоянно говорю что будьте внимательны не надо слишком долго ну как всегда по неопытности влетели но опять же это не так страшно да конечно неприятно но не страшно я уже был и так в трех передозах причем последний был самый сильный читаете тоже на паузе вот тут уже комбинированные костушки сами и вот то что вот мой посох опять же так как все таки посох мне сейчас ближе всего то и тут подобрал варианты именно по нему как часто замечают люди что после посоха воздействие часто клонит на сон это как касается и прямого действия так и по дистанционному который будет сейчас высшим вот это интересно с приколами это согласен можно было бы и в газдуму поставить такие и вот последнее тоже интересно что соседи за стенкой живут тут тоже читаете на паузе и про герпес и про то и про это много чего про таблетки опять этим тут продолжение это уже другие пишут именно про сон про бодрость всего понемножку вот это буквально свежие вчерашние прямо оттуда сразу и сосклинил приехал человек весь в хлам и почистил ауру посохом вот тут уже опять практический пример с фотками рябина болеющие посох поставил огромный и результат сразу почки пошли ожило деревце я буквально сегодня вечером вставил тоже посох у нас во дворе что-то березка и молодая засохла на днях заметил но дожди были не хотелось выходить вот сегодня дождей не было вышел поставил посох на полчаса посмотрим что будет вот тоже заставить и все это вот опять же эксперименты мне особо понравился вот этот эксперимент точнее случайно получилось у них посох недалеко стоял от аквариума и как результат рыбки живые здоровые аквариум чистейшие забыли даже уже как воду менять только подливают очень хороший эксперимент тут пониже то же самое с абрикосами вариант это все про плацебо и тут дача посох деревья кусты клубника все что угодно вот человек смело делает эксперименты сделал по моим чертежам и по моим размерам все как хотел сделать и действует бегает молодец а вот это то с чего я начал экспериментировать с дистанционным воздействием вот после тех выпусков стали ко мне приходить сообщение вот типа этого что когда смотрит мои ролики получается какое-то воздействие хотя специально и ничего тогда не делал просто вот люди смотрят и с ними что-то происходит вот они проверяют опять происходит экспериментируют опять что-то происходит и вот пожалуйста вот можете почитать это мне тоже человек писал еще на почту уже давно и вот после таких сообщений я решила вот сделать пару экспериментов по дистанционного воздействия тоже результаты есть многие пишут довольно серьезные результаты можете верить можете не верить ваше дело но факт остается фактом это не я писал надеюсь вы понимаете что вот это все вот люди тут описывают свои ощущения как я просил где когда сколько вот тоже самое тут я просил то чтобы как-то более-менее подытожить по пунктам вот кто хотел писал по пунктам и как я говорю вот много как и дистанционное воздействие так и прямое посоха дает результат что клонит сон то есть функции организм отключается если есть проблемы и начинается работа над организмом а в первую очередь надо конечно отключить все внешне поэтому и все он кидает ну и на десерт еще про брата расскажу буквально позавчера забегал ко мне я уже немного о нем рассказывал слегка напомним лет 20 назад продал квартиру в городе и всем семейством переехал в деревню всю жизнь был строителем соответственно всяких травм не перечесть правда последние несколько лет работают на птицефабрике семейные неурядицы не устроены с жизнью сильно на него давили когда приезжал в город и забегал ко мне то вечно был жутким депрессняком руки опущенные все не так все не то цель в жизни потеряна к нему в деревню заедешь там совсем разруха была но вот полтора года назад я ему подарил комплект с тором и плоской полгода он относился к этому с недоверием и толком даже не пробовал но при очередном при заезде ко мне я ему рассказал какие успехи уже есть и все-таки уговорил поэкспериментировать вот через несколько месяцев его было просто не узнать сошло куча всяких болячек и травм но самое главное что исчезла депрессия и апатия и как оказалось завел себе подругу покуролесил и в конце прошлого года прикупил себе домик соседнем деревне месяца три назад развелся с женой и начал новую жизнь огонь в глазах летает как метеор куча планов на будущее обустраивает дом приусадебный участок и главное теперь с вихревой медициной не расстается я когда полтора года назад дарил этот комплект у просила чтобы он старался использовать его на домашних животных собаки коты живность типа кролики куры козы ну и так далее но тогда у него руки не доходили настроение не было а вот этой весной и летом оказывается он только и делает что обрабатывает рассаду и семена причем доволен как слон вот несколько примеров от него вам приведу приобрел он некие саженцы помидоров которые можно садить типа в горшке и ставить на подоконник дома три саженца высадил в пластиковые емкости вроде подросли и зацвели но когда пошли завязи то стали опадать он тут же плоскую подложил под емкость и по часу на каждый куст пару раз они тут же ожили и вот сейчас говорит стоят на подоконнике все увешанные помидорами с фасолью поигрался у него пять сортов было там спаржевая белая темная еще какие-то сорта он просто брал саму фасоль не размачивая насыпал в пластиковую емкость и стоял на плоскую по пару часов и так на каждый сорт а потом высаживал говорит творилось что-то невероятное росли прямо на глазах а контрольные высаживал то еле-еле подымались разница прорастание урожая превышала более чем в два раза вот еще с рассадой лука поведаю тоже говорил что просто так же как фасоль насыпал в посуду и обрабатывал только кончики подрезал после посадки всего за трое суток перьи выскакивали аж на пять сантиметров контрольные же только через неделю начинали подавать признаки жизни вот думаю все таки ему посох презентовать пусть на птицефабрике эксперимент на цыплятами проведут в общем пока всем до свидания здоровья вам и приобретайте себе или делайте такие комплекты вреда не наносит никакого а вот здоровье вам прибавят и возможно новую жизнь до свидания всем обильная пища вызывает склероз сосудов ограниченная вспыльчивость сидение гипотонию стояние тромбофлебит в общем что с человеком не делай он упорно ползет на кладбище